Ударил надзирателя, находясь в колонии. Свидетеля по данному уголовному делу допрашивали сегодня в Приволжском районном суде. На скамье подсудимых 31-летний мужчина. В колонии он оказался после того, как напал на полицейского. Но, будучи заключенным, он умудрился напасть на сотрудника учреждения. До освобождения ему оставалось меньше года. Зачем осужденный пошел на такой шаг, знает Нафиса Минязова. Данный сотрудник снова пытался его остановить и получил удар от осужденного по лицу кулаком. История этого уголовного дела начинается в ноябре прошлого года в исправительной колонии номер 2. Один из сотрудников учреждения открывал ворота, чтобы пропустить въезжающий автомобиль. Тогда он увидел, что заключенный направился в сторону ворот. Посчитав, что тот собирается убежать, надзиратель попытался его остановить, причем дважды. Но получил удар кулаком по лицу. Вскоре выяснил, что осужденного должен был сопровождать второй сотрудник учреждения. Он имел право со мной передвигаться. Единственное недоразумение вышло, что сотрудник должен был уточнить, действительно ли он со мной идет. Вот. В этом и заключается все. То есть он имел право через въездные ворота пройти, да? В то время, как все другие осужденные через скалинку проходили? Нет, он мог тоже пройти через ворота. Мог пройти? Ну, как бы через досмотр, через объяснение, то, что он следует. После стычки на место конфликта прибежали и другие сотрудники колонии. Впоследствии буйному заключенному предъявили еще одно обвинение. Рассматривается уголовное дело по обвинению Махмутова в совершении преступления, предусмотренной в части 2 статьи 321 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно применение насилия не опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника место лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности. Подсудимый свою вину не признал и считал, что сотрудник колонии неправ. Пояснил, что мог пройти через ворота и никуда убегать не собирался. Также он заявил, что свидетелю угрожали, чтобы тот не давал показания в его пользу. Однако этот факт свидетель отрицал. После его допроса слушание дела перенесли на 9 октября. Если вина подсудимого будет доказана, то на свободу он выйдет еще не скоро. К слову, освободиться он должен был в июле этого года. В 2017-м мужчина был осужден Алексеевским судом за то, что ударил полицейского из-за неуплаты алиментов на содержание детей. Нафиса Минязова, Найля Абдулин, Вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте. ТНВ.ру